Добро пожаловать на канал Садовая Шкатулка. Август месяц это когда собраны практически все овощи и ягоды и можно подумать еще о чем-то. Я вам всегда показывала, что вокруг нашего участка находятся брошенные сады. Но в этом году у одного участка появился хозяин, его уже почистили, а мы почистили дорогу между нами, здесь был малиник, а теперь в следующем году здесь мы будем косить все газонокосилкой. Вот этот участок, где у меня растут деревья и кустарники, это тоже молодой участок. Деревья и кустарники все молодые, потому что это тоже был брошенный. Мы его на себя оформили. Поскольку сад у меня здесь молодой, он очень сильно подвержен разным болезням, особенно все молодые деревья подвержены манилиозу. И сейчас, когда урожай собран, есть возможность весь сад обработать химическими препаратами. Химические препараты, они намного сильнее, чем биологические препараты. Вот сегодня весь свой сад, все деревья я буду обрабатывать препаратом на основе меди Абигапик. Но, друзья, хочу вам показать один способ обработки, который мне очень понравился. В магазине я приобрела аккумуляторную мойку. Ей можно мыть все, что угодно. Это и окна, и дорожки, и фасад зданий можно помыть. А я ее еще использую для обработки деревьев. В ведро можно навести любое количество препаратов. Вот у меня сейчас препарат разведен на 5 литров. И обработка происходит очень быстро. У нее есть насадка-распрыскиватель. И дерево обработано, можно переходить к следующему. Обработка сада проходит просто за считанные минуты. Но, правда, при таком способе обработки расход препарата будет намного выше, нежели бы мы обрабатывали обычным опрыскивателем. Также, начиная с августа месяца, все свои деревьев и кустарники я начинаю готовить к зиме. Я беру удобрения, где написано осенний, либо осень. Все эти удобрения содержат в себе большое количество калия и фосфора. Они могут быть как биологические, так и минеральные для подкормки под корень, и для подкормки по листу. Такие удобрения нужны для того, чтобы деревья лучше подготовились к зиме. У них лучше вызревает кора, и увеличивается количество плодовых почек, которые на следующий год нам, соответственно, дадут больший урожай. Начинаю такие подкормки я с августа месяца. Август, сентябрь, октябрь. Чередую. Одна подкормка у меня идет под корень. Недели через две провожу минеральным удобрением подкормку по листу. Пошли пробовать. Уже можно собирать песчаную вишню. Это у меня бесея, а здесь омская ночка. Но те, кто живут в южных регионах, у вас выбор ягод и фруктов большой, поэтому песчаная вишня для вас будет невкусная. А для нас в Томске это вполне хорошая ягода. И она очень вкусная в компот и с ранеткой. Дает терпкий вкус и аромат. Уже пришло время собирать облепиху. Ее можно просто заморозить в морозильной камере или приготовить из нее вкусный джем. Сегодня решила собрать небольшой урожай тыквы. Вот это первая тыква. Это каротинка от уральского дачника. Я только посадила первый год. Вот на одном кустике выросло 4 штуки. Вот это моя любимая конфетка. Собираю ее каждый год. Она показывает довольно неплохой урожай в нашем регионе. Она раннеспелая. Плюс 2 штуки в августе месяце я с этого кустика уже сняла. А вот это лесной орех от уральского дачника. Сняла одну штуку на пробу. А сейчас покажу сколько штук еще осталось на кусту. Ну а это патиссоны солнышко. Добавляю их в одну баночку вместе с огурчиками при солении. Вот у меня откуда растет тыква лесной орех. У нее 2 плети. Одна плеть идет сюда. Здесь 2 штучки. А другая плеть идет в эту сторону. Давайте посчитаем какой здесь урожай. Раз, два, три, четыре. Одну я сняла 5. И еще с другой плети 2 штуки. То есть 7 штук получается на одном кустике. Причем тыква-то таких хороших размеров. Садила первый раз, но думаю она будет тоже моей любимой. В саду все необходимые работы провела. Урожай собрала. Можно отправляться домой. Желаю вам обильных урожаев. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok